В 90-е годы Петербург называли криминальной столицей. Время прошло, но страшные преступления продолжают сотрясать наш город. Убийства, грабежи, изнасилования. С вами канал Питер ТВ и программа Криминальная столица. Вот здесь, на Южном полукольце, недалеко от города Тосно, в ночь с 11 на 12 марта произошла страшная трагедия. Артур Кобелев на велосипеде ехал в сторону дома. Сзади его сбила карета скорой помощи. По неподтвержденным данным, парень пролетел 50 метров и скончался на месте. Следы страшной аварии до сих пор можно найти на обочине. Примечательно, что при наличии документов родственникам Артура о гибели ничего не сообщили. Мы провели собственное расследование и нашли свидетеля ДТП. Женщина знала лично погибшего и на данном этапе не захотела публично высказать свою версию случившегося. Но скрыв свое лицо, свидетельница рассказывала все, что видела в ту злополучную ночь. Мы ехали в Санкт-Петербург и на разрядке на Кировск, спустившись с мостом, увидели очень яркий свет, значит, дальний свет. Потом резко одна фара потухла. Когда мы подъехали туда ближе, мы, два фельдшера и водитель, уже вышли с машины. Они стояли возле машины на обочине. А человек лежал буквально 2-3 метра от машины сзади. И велосипед был практически на середине. Уголовой он был тоже практически посередине дороги. Я не могла остановиться. Слезы матери, каменные лица друзей и родственников. Жизнь 23-летнего парня оборвалась. Теперь он лежит в земле. Кто виноват в этой трагедии? Попал он. Под машину скорой помощи, куда она ехала, неизвестно, по моим данным. Как мне сказали, обгоняла фуру и на скорости, на большой, сбила его. В результате человек погиб. Этим человеком оказался мой сын. Я хочу случайно сидеть или кто был в этой передряге, в этом случае помочь во всем этом разобраться. Или я похоронил своего сына. Я прошу свидетелей обратиться в органы для подачи показаний свидетельских только. Юридическая служба Тостинской центральной районной больницы по данному эпизоду комментарий не дает, сославшись на то, что расследование дела еще не закончено. И в Тостинском ОВД в официальных комментариях нам отказали. По официальной информации, водитель скорой помощи в данный момент находится в Петербургском кардиологическом центре. История пока выглядит непонятной. Мы продолжим следить за развитием ситуации и сделаем все, чтобы справедливость восторжествовала. С вами была программа «Криминальная столица». И помните, что за каждое преступление вас неминуемо ждет наказание. Продолжение следует... Продолжение следует...